Здравствуйте, я рад, что вы нас смотрите. Вы помните, о чем мы говорили на нашей прошлой программе? В прошлый раз мы обсудили притчу Иисуса о винограднике и ее смысл. Но чтобы объяснить все своим слушателям еще яснее, он прибег к еще одному образу и привел цитату из Ветхого Завета, а именно, заговорил о неком камне, который отвергли строители. Как нам понимать эти слова Иисуса? Ответы на эти вопросы вы узнаете в нашей сегодняшней проповеди под названием «Сделался главой угла». Давайте сейчас встанем, откроем 12 главу Евангелия от Марка и прочитаем стихи с 10 по 12. Эти строки связаны с притчей о винограднике. В них Иисус снова обращается к пресеям. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа. Есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа. Ибо поняли, что о них сказал притчу сию, и, оставив его, отошли. Аминь. Итак, притчу о винограднике Иисус взял из книги пророка Исаии. А сейчас можете присаживаться. А чтобы еще раз объяснить все фарисеям, чтобы они все лучше поняли, он взял строки из 117-го псалма. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главой угла. Итак, послание Иисуса к религиозной элите Израиля снова было таким. Вы отвергли и Сына, которого Бог послал за рабами. Но этот камень, который вы, строители, отвергли, не будет отвергнут, а сделается главой угла Дома Божьего. Ну а сейчас вкратце, что значат эти слова? Здесь Иисус говорит о Своем грядущем воскресенье в пасхальное утро. Его послание было следующим. «Вы можете унизить меня, но это не отменит того факта, что Бог возвысит меня. Вы можете убить меня, фарисеи, но это не отменит того факта, что я буду жив, и это чудо». Камень, который отвергли строители. Тот самый и сделался главой угла. Это от Господа, низвержение Христа силами людей, Его воскресенье, совершенное Господом. Все это сделал Бог. Это чудо, произошедшее прямо у нас на глазах. Камень, являющийся главой угла, по-гречески будет «акрогонияу». Надеюсь, вы правильно услышали это слово. В переводе это «краеугольный камень» или «замковый камень». Большинство переводчиков переводят это слово как «краеугольный камень». А вот почему в послании к Ефисанам о церкви сказано следующее. «Быв утверждены, на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Он — это глава угла, краеугольный камень Его живого храма, Дома Божьего, Церкви. Так же, как при строительстве дома, необходимо следить за тем, чтобы был прямой угол и он был точно отмерен, сейчас все решают компьютеры. Но во времена моей молодости при строительстве в каждом строительном котловане устанавливали четыре краеугольных опоры и протягивали веревки между ними. И при этом всегда должен был соблюдаться правильный угол. И этот поиск правильного угла, который ищут и сегодня, в те времена производили при помощи больших блоков, находящихся под углом, чтобы благодаря им получить у здания нужный угол. Краеугольный камень гарантирует, что здание будет построено под нужным углом. Если измерить углы по одну и по другую сторону от краеугольного камня, вы можете быть уверены, что у вас будет точное и четкое здание, построенное под нужным углом. Когда же нужный угол не соблюден, это плохо. Поэтому и Иисус, и 117-й Псалом, и многие другие, например, Петр, говорят нам, что Иисус — это гарант того, что Его церковь, Его храм правильно построены, что они построены под правильным углом. Когда я получал степень инженера в области гражданского строительства, я уже писал об этом в одной из своих книг, мне пришлось пройти длительную стажировку на нескольких строительных площадках. Однажды я работал под руководством одного опытного плотника. Это был человек старой закалки. Таких сегодня уже нет. Он должен был соорудить лестничную площадку в углу строящегося здания. Фундамент здания уже был готов. Подвальный этаж тоже. Теперь строился первый этаж. И вот этот плотник должен был соорудить промежуточную лестничную площадку в углу этого строящегося здания. Я наблюдал за его работой. но почему-то первая панель размером 150 на 50 сантиметров не хотела помещаться под нужным углом. Он ворочал ее и туда, и сюда, прижимал ее по-всякому, но в итоге только пробормотал себе под нос что-то тут не так. И тогда я сказал ему, послушайте, дайте мне молоток, я сам попробую. И вот что он мне на это ответил, Вольфганг, я сам пытаюсь что-то с этим сделать, что-то тут не так. Вольфганг, как ты считаешь, находится ли это здание со сторонами в 100 метров под прямым углом, если наша маленькая опалубочная панель не умещается всего на 2 сантиметра. И тогда этот добросовестный мастер побежал к руководителю работ, а я за ним. Я хотел знать, что вообще происходит. Несколько мгновений спустя были установлены все имеющиеся настройки нивелирные устройства и были проверены размеры всего здания. И что же выяснилось? В результате выяснилось, что подвальные первые этажи, которые уже были забетонированы, оказались не под прямым углом. И погрешность была в целый метр, поскольку вся конструкция, разумеется, была неправильно сконструирована, и все соединительные элементы на следующих этапах тоже были неправильно установлены, пришлось привлечь почти все отбойные молотки Гамбурга, чтобы устранить эти повреждения. Послушайте, в те времена еще не было специальных защитных наушников. Когда я проезжаю, теперь, не у этого места, я всякий раз вспоминаю об этой истории. рабочие при помощи отбойных молотков пытались выровнять угол этого здания, а все потому, что, говоря языком Библии, у этого здания был, к сожалению, неправильно заложен краеугольный камень. За попытками это исправить строящие это здание фирмы в итоге обанкротилось. Не прошло и месяца. сегодня ее уже нет. Вот что такое краеугольный камень. Я прекрасно это знаю. Когда у вас неправильно или плохо заложен краеугольный камень, то тогда всю вашу жизнь можно выбросить в помойное ведро. Когда вы банкроты. Благодаря этому случаю я навсегда запомнил, что такое нужный угол. И этот нужный угол раньше гарантировался большим, краеугольным камнем. Вы можете видеть такие камни в старых зданиях. Например, в здании Гамбургской ратуши. Там прекрасно виден угол, под которым заложен краеугольный камень. И в нашем сегодняшнем отрывке из Библии мы можем видеть образы Иисуса. Дорогие друзья, мы видим там очень сильные душепопечительные компоненты. Благодаря образу краеугольного камня мы понимаем, что правильно заложенный краеугольный камень важен не только для течения всей вашей жизни. Это и так понятно. Этот краеугольный камень гарантирует также связанность всего здания. Раньше считалось гораздо важнее подобрать нужный угол, потому что краеугольные камни проникают глубоко в стены в обоих направлениях. Они придают зданию устойчивость и сплоченность. Каждый знает, что если вы строите стену, простую стену, и не делаете посередине небольшого угла, то при первой же буре ваша стена развалится. Чтобы стабилизировать эту стену, вам нужно будет устроить в ней угол, вам нужно будет заложиться в ней краеугольные камни, иначе ничего не получится. Здание с неправильно заложенным краеугольным камнем не будет стоять, оно будет качаться. И Иисус подобным образом связывает две стены иудеев и язычников благодаря краеугольному камню, коим является Иисус. Они стали едины. Он камень и в стене Израиля, и в стене язычников. Нет уже иудея, не язычника, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Они стали одним домом, одним зданием, и связал их краеугольный камень в лице Иисуса Христа. И не только иудеев и язычников, но и мужчин, и женщин, братьев и сестер, а также небеса и землю. Он это посредник между Богом и человеком, краеугольный камень любви, объединяющий нас с нашим Отцом. Вы слышите? Иисус это центр, ось, сердце нашей веры, зафиксированная точка нашего спасения, альфа и омега, начало и конец, слава имени Господа. И поэтому я очень рад, что наша ежегодная конференция как раз и называется Экштайн, краеугольный камень. В этом названии заключено важное послание. Враги Креста могут разгневаться и сделать все, чтобы заглушить Слово Божие, но оно заговорит, когда все их кости будут в могиле, они бросают Христа на свалку истории, или, по крайней мере, пытаются это сделать. Но всемогущий Бог думает о своем совете и дланью своей поднимает его и делает краеугольным камнем. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетно, и князья совещаются вместе против Господа и помазанника его. Живущие на небесах посмеются, Господь поругается им. Я помазал царя моего национом святою горою моею. Ославится прекрасное имя Иисуса. Этот краеугольный камень вызывает обожание. Вот что сказано о нем в 117 псалме. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся волной». Конечно, в связи с этой песней мы должны сначала вспомнить о том дне, когда в Израиле был поставлен царь, которого Господь воздвиг ему из смирения. До чего же чудесная песня была спета, когда Давид был провозглашен царем. Тогда Израиль пел, «Сей день сотворил Господь». Но из Нового Завета мы знаем, что эти слова из 117 псалма относятся не к этому царю древности, не ему радовался весь народ. Мы знаем, что речь тут идет о царе Иисусе. Но о каком же дне тогда тут речь, если в этих словах говорится об Иисусе, когда его отвергли людям. Это было когда он зашел на крест. Он сделался главой угла в утро воскресенья. Это был день его победы и возвышения. И поэтому это на Пасху мы должны петь. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной». Строители отвергли его, но владелец виноградника провозгласил его царем на реке, и произошло это на Пасху. А когда мы празднуем Пасху один раз в год или каждое воскресенье? День провозглашения Иисуса царем сей день сотворил Господь. Давайте же возрадуемся, ибо в первый день недели Иисус воскрес. Поэтому, дорогие прихожане, давайте же восславим Господа. Воскресенье это царь среди других дней, ибо в этот день Иисус навеки возвысился и сделался главой угла. Именно Он направляет нас. Он это наша стабильность, Он это наша жизнь, Он это наша радость, да святится имя Его. В нашей сегодняшней проповеди мы услышали, что в своей речи Иисус цитировал стих из 117-го псалма. В этом стихе речь шла о камне, который стал главой угла или краеугольным камнем. Этот образ Иисус связал с собой, но для начала отступим назад. Кристиан, как же Иисус пришел к этой цитации? Расскажи нам. Всегда хорошо обращаться к контексту. Незадолго до этого Иисус рассказал притчу, в которой речь шла владельце виноградника, который сдал в аренду свой виноградник, потому что сам он уехал в другую страну. И вот он стал отправлять одного за другим своих слуг к этим арендаторам, чтобы получить свою долю урожая, кое и была арендная плата. Но эти арендаторы прогоняли его слуг. Они избивали их. Одного они даже убили. Они всех их прогоняли прочь. И тогда владелец виноградника заявил, «Теперь я пошлю к ним своего сына. С ним-то они будут считаться». Но когда он пришел туда, арендаторы сказали, «Это же наследник. Если мы уберем его, то тогда виноградник перейдет к нам». То есть в конце концов они убили и сына владельца виноградника. Вот какой у нас контекст. А потом Иисус, основываясь на 117-м псалме, сказал, «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». А это означает, что он говорит здесь о сыне, которого отвергли, и имеет в виду самого себя. А арендаторы виноградника, а в данном случае это фрисеи и книжники, начальники Израиля, которые прогнали Божьего пророка и в конце концов добились того, чтобы этот сын был убит. То есть здесь Иисус говорит о самом себе, а также о роли Израиля и его религиозных лидерах. Глава угла это краеугольный камень, очень важный элемент в строительстве. А когда Иисус цитирует 117-й псалом, он говорит о некой главе угла. Что это такое вообще? Какую роль он играет? Особенно в прежние времена он играл очень важную роль. Ведь с одной стороны на нем держится весь фундамент, то есть все здание стоит на этом краеугольном камне. А еще благодаря правильно заложенному краеугольному камню здание не будет перекаживаться. Если немного ошибиться с углом при закладке краеугольного камня, это может иметь очень негативные последствия. Кроме того, он служит для связи. Он связывает две стены. Мы знаем, что если мы установим всего одну стену, и вдруг подует ветер, она может развалиться. Но если в ней будет такой связующий элемент, она будет стоять стабильно. Это воистину слова инженера-строителя, хоть и бывшего. А когда Иисус переносит этот образ на себя, какое это значение имеет лично для него? Во-первых, Иисус естественно сам является фундаментом, как и краеугольный камень. Это несущий камень. Он несет на себе дом веры. Он несет на себе церковь. А еще он проносит каждого отдельного верующего через все буря. Он это скала. А еще Иисус это краеугольный камень, который определяет направление постройки. Он следит за тем, чтобы церковь, основанная на Христе, являющемся краеугольным камнем, была зданием, которое будет правильно выполнять свои цели, а не превратиться в руину, которая в конце концов совсем рухнет, потому что стены ее были построены не так, как должны. А еще Христос это краеугольный камень, который является связующим звеном. Он связывает. Благодаря ему связываются две стены. Так он связывает иудеев и язычников. Во Христе мы едины. Он связывает мужчин и женщин. Во Христе мы едины. Он связывает бедных и богатых. Он связывает народы. Мы можем быть родом откуда угодно. Нас связывает Христос. Ну и самое важное, он связывает небеса и землю. Он связывает отца и грешников. Он это краеугольный камень. Это очень интересно. А как этот образ краеугольного камня относится к нам сегодня? Это камень, который отвергли строители. В случае со Христом было то же самое. Его прибили ко кресту. Отвержение этого камня равносильно его смерти на кресте. Но этот отвергнутый камень был возвышен Богом Отцом. Об этом было сказано в сегодняшней проповеди. Мы можем видеть в этом образе воскресения Христа. Но что мне с этим делать? Есть всего два возможных решения. Либо я отвергаю этот краеугольный камень, как это сделали фарисеи и книжники. Но тогда мне будет горе. Ведь Иисус сказал фарисеям, что же сделает хозяин виноградника тем, кто убил его сына. Придет и придаст смерти этих виноградарей и отдаст виноградник другим. Именно это он делает с теми, кто отвергает его. И это серьезно. Кто отвергает Христа, того предадут смерть. Но слава Богу, есть и другая возможность. Мы можем сказать, я хочу принять этого Христа, я хочу верить в него, я хочу уповать на него, я хочу сделать так, чтобы только он стал связующим звеном между мной, грешником и Богом, который заплатил за меня и за мою вину. И тогда в нашей жизни появится фундамент. Тогда у нас будет будущее, тогда у нас будет надежда, тогда у нас будет радость. Мы должны быть уверены, что он следит за тем, чтобы наш дом, чтобы дом нашей жизни не рухнул, и однажды мы будем с ним на небесах, если доверим ему свой фундамент. Аллилуйя. Аминь. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания. Редактор субтитров Корректор Корректор